Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 61 по 64 стихи. И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встав, первосвященник сказал ему, что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют? Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего десну из силы и грядущего на облаках небесных. Толкование блаженного Феофилакта. Поистине, это были лжесвидетели. Ибо Христос не говорил, могу разорить, но разрушьте, не сказал при том Церковь Божию, но храм сей, то есть тело мое, опять не говорил Сазижду, но воздвигну. И так явно, что это лжесвидетели, приписавшие Иисусу то, чего Он не говорил. Посему Христос, видя беззаконный суд их, молчал, ибо тех, для коих неубедительны были знамения, как могли убедить оправдание. Но архиерей, желая вовлечь его в богохульство, продолжает спрашивать Льстива, дабы осудить его, как богохульника. Если Он скажет, Я Сын Божий, или же иметь Его свидетелем против Себя Самого. Если Он отречется от того, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. Даниила 7.13 Так как обвинители считали Его прелестником, принявшим на себя смиренный образ, то Господь говорит им, увидите Меня тогда грядущим с силою и сидящим вместе с Отцом. Силою называют здесь силу Отца, грядущим не от земли, а с небес. Все толкование. Вот здесь обратите внимание на слово храм. Сколько из-за этого храма погибло людей, ужас один. Сколько обвинено было из-за храма, а повеления строить храм не было. Это сам человек решил. Господь прямо когда говорит, Степан Речь говорит, требовал ли Господь этого. Сколько лет они были с этой скини, там шкуры барани выделанные. Этого было вполне достаточно молиться. Значит, не требовал, не требовал. Ну а как слово храм появилось? Храм это вы, хранители Духа Божия, Бога в себе имейте. Вы храм Бога Живого. И Павел говорит, не знаете ли вы, что вы храм? Не знаете ли? Православным сегодня скажи это. Храм это вот стоит колокольня. Большая, высокая, колоколов много отлили. Тут понятно, освящение храма, что связано. Храмовый праздник, престольный. Все с этим связано. Но когда начинаем мы считать священное писание, мы видим, народ начинал надеяться на храм, как на какой-то талисман. Вы говорите, храм Господень, храм Господень, храм Господень. Еремея говорит, трижды повторяет. Обычно два раза повторяется, три раза. То есть они везде и всюду подсовывали храм. Они там хранили свои драгоценности, сдавали. Это была как база для всех ценностей. Защита стопроцентная оказалась. Но враг приходил, и люди там хранили, это как банк национальный был. Все забирали, ничего больше не было. Надо все из золота давить. Другие народы побеждал, грабил, сохранял, отдавал. Соломону данили, за золотом ехали корабли. И где это все? И ученики даже Господу показывают. Посмотри, это национальная гордость была, это чудо мира. И однако все будет разрушено. Его считали не патриотом Христа, он к храму не был привязан. А они были патриоты. Внешне украшали, а во внутренности превратили его в торговую точку. Храм Пресвятой Богородицы, или Рождества Богородицы, это торговая точка, комок во имя Рождества Богородицы. Идет там торговлю везде. А если нет, то в церковную ограду редко вынесут. Я одно время добивался, добивался. И вот наконец приехал архиерей новый, тогда был Антоний Масендиевич. И он решил сделать так, торговая точка внутри ограды. Но я думаю, наконец-то из храма вытащить. Так он вместо одной в храме сделал три точки, а четвертую сделал на преждевременная радость. И далее, они его охраняли от язычников. Увидели, Павел ввел Трофима. Поднялся мятеж, едва не убили. Храм осквернен, в святое место он ввел. Теперь евреи бьются с арабами. Там мечеть, там аяк, как называют ее, убрать. Подкопы разные делают. Она будет взорвана. Потому что Мессия придет только в храм. Это все храмом, с храмом. А сядет Антихрист. И сделали не торговую точку, а сделали вертеп разбойников. Пристанище всяких преступлений. Всякого лицемерия, беззакония. Все это вошло в храм. И вот только начинается возможность свободно трудиться для Бога. Первым делом храм. Храм Христа Спасителя. Построили. Дальше что? Взорвали. Там сделали водоем, плавательный бассейн. Далее что? Снова убрать, опять храм строить. Всесоюзный сбор денег. Миллиарды вложили туда. Мы там были, молились. Ну и что? И кто там в этом храме? Что там делает? Кто там танцует? С чем торгует? Кому залы эти сдают? Ну маленько-то вдуматься об этом. Зачем быть и везде по всей стране. Храмы, храмы, храмы. А что-то изменяется. Ничего не изменяется. Нам интересно. Мы ехали за Байкалью. И нужно было воды взять. Воды нету. Пить. Жара такая. Ну куда? Куда не сунешься? Там улица какая-то такая. Нигде колонки нету. Видим храм. Рядом мы повернули к храму. К храму служба идет. Служба идет. Там человек пять. Мужчина поблизости. Мы его выманываем. Показываем. Нам попить надо нету. Он машет. Стойте. Вы молитесь. Видите там. Какое-то заупокойное место у них идет. Православный храм. Не напоили, не дали. Дальше едем. Зашли в один двор. Но нам сейчас покинем это место. Улан-Удэ. Улан-Удэ. То нам дальше-то вообще воды не будет. Зашли совершенно неверующие, может, люди-то. Ничем не видно. Там и как одеты. Люди мира всего. И колодец внутри. Там. В огороде. Она пошла. Сама начала черпать. Наливать нам. Вот и все. Вот тебе и храм. В храме нельзя ничего там плохого сделать. Нельзя. А если выйдешь за храмом, там можно и по шее дать, и свои дела творить. А храмы идут, все стоят, кланяются. На углах улиц останавливаются. Я вот хотел на эту тему воскресенья поговорить, но гляжу тут другие темы, более важные подпирают. И люди не могут отличить проповедь от благовестия. Даже, наверное, на эту тему надо поговорить. Вот. И апостол Павел неоднократно в храме его захватывали. И вот придет время, исполнится назначение храма. Христос в храме не воссел. Для Христа был другой храм. Храм души нашей. Это тело. Тело должно служить Богу. А сядет, тысячевековая история для этого ведет, сядет Антихрист. То есть воплощение всяческого мыслимого и немыслимого зла. То есть человек, который примет сатану во внутренний храм тела своего, а сядет в земном храме, и его примут, венчать будут на царство на это. Вот тебе и храм. Кажется просто и понятно. Но православные так не мыслят. Вот я и еду, где храмы. Мы их обоимся, храмы, потому что там лютый волк сидит. Мы крестимся и только молим, Господи, благослови нас и спаси, защити от лютых волков, не щадящих стада. Это их опорная точка. За храм они все отдадут душу. Собирают средства непрерывно, какие-то спонсоры. Они тут хозяева теперь, потому что он строил. Как-то мы сидели в Синоде в Нью-Йорке. И тогда секретарь еще был, теперь он первый святитель. Митрополит Иларион, он был епископ, Капрал фамилия его. И сидит рядом человек. Ну я-то не знаю, кто он такой-то. А оказалось, что это главный спонсор, помогает. Самый богатый у них человек это. А говорит, гляжу, совсем неверующий. Я говорю, да это немало не поможет, чтобы сердце твое было отдано Богу. Что сердце? Я даю такие средства. Ему неудобно было Илариону. Говорит, ну конечно, это благодарим, но деньги-то не спасут. Это ему очень огорчительно было. И с такими-то, которые к храму привязанный храм содержат, ой, как опасно подходить. Они где бы ни были, они чувствуют себя хозяевами. Они все деньги собирают для этого. Вернулись только скорее храм построить, объединяющая сила. А вот из плена-то вернулись, синагоги начали строить-то. А синагогу Бог не повелевал строить. Но она оказалась как раз на волне. Почему написано, учи во всяком месте. А в синагогах стали учить. Так что в этом плане, косвенно хотя бы, синагога по повелению Божию. А что в храме? В храме была жертва. Он говорит, Господь, все горы мои. На горах все звери мои. Пью я кровь волов и козлов. А это все в храме было. И они этого не понимали абсолютно. Совершенно не понимали. Так что отношение наше к храму такое должно быть. Особое место присутствия Божия, как говорят. Пусть будет так. Пришел, помолился, благоговейно ушел. И не надейтесь на храмах. Пошли. Евангелие от Монфея 26, 65-66. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал. Он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ. Повинен смерти. Толкование. У иудеев был обычай раздирать одежду, когда случалось что-либо невыносимое. Так и Каиафа, как будто бы по причине богохульства, делал это в обольщении народа, чтобы показать, что Христос произнес страшное богохульство. И этим заставит народ провозгласить его повинным смерти. Впрочем, надо бы знать, что Каиафином раздрание одежды было знаком раздрания ветхозаветного архиерейства. Все толкование. Ну вот это раздрание ветхозаветного архиерейства. Может это и заложено, но это никто никогда нигде не запомнит. И я за 50 лет в своих проповедях, беседах с сектантами, диспутах никогда это не применял. Все это какое-то такое чисто монашеское, надуманное. Да, не туда вел народ, руководитель. Вот это нужно показать и перенести на сегодняшний день. А сегодня застегивай, застегивай там пуговички на патриархе, на епископе. Никто не раздирает одежду. А сегодня надо каждый день им несколько раз раздирать и отрывать все это дело. Совершенно не то делается. Вот смотришь фильм поставленный. Хорошо, раскол Николая Достали. Но ничего евангельского нету. Старобрядцы согласны, что правильно поставлены. И артисты хорошие. Ну, отлично снятый фильм. Но примем его как он есть. Он на документальной основе. Нигде, ни разу с Евангелем перед народом не вышел ни один. И нигде нету, что переписывали там на березе проклятия, какие-то законы, целые свитки лежат. Нет, Евангелия вообще нету. И о Христовой воле вообще нету. Такая гордость, вот как сатана какой-то. Что Аввакум, что Никон, один другого стоит. Ну, я в основном, что увидят, что это враг. Его можно было бы не сказать там, помолиться, сказать евангельское слово. Нет, он его тоже клянет там, проклинает и ломит напропалую. Ну, Никона-то вообще никуда не годится. Как Иосиф Володский. Современный тогдашний Сталин, Берия. И еще в храме. Венчать в храме. Стоит в храме. Молится, а храм души загажен, заброшен. Там легионы демонов живут. Он первосвятитель. Это все тогда было. Вот на что надо обращать-то внимание. А не то, что какой тайный смысл раздрания. На моряки всегда, когда на расстрел вели, они рвали у себя тельняшку. Ну и что? Раздрания морских ведомств каких-то? Или что будем придумывать-то здесь? Просто это жест отчаяния. Но у них, в конце концов, это означало, что невыносимая для меня скорбь и боль, это свидетельство того, что в самом деле так. Я не просто сказал, а вот одежда моя разодранная. Ну, так было принято у них. Дальше. 26 глава. 67-68 стихи. Тогда плевали ему в лице и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили. Прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Толкование. Когда осудили его, тогда начали оказывать ему всякого рода озлобление и ругались над ним, закрывая лицо его одеждою, как говорит другой евангелист от Марка 14.65. Поскольку он признаваем был за пророка, то поэтому враги так и ругаются над ним. Слова заушали его, значит, ударяли руками, спрыгнутыми пальцами или проще били кулаками. Все толкование. Я уже сколько раз говорил, вот ты считаешь первый раз там, и плевали в лице его. Нет такого в лице, а в лицо. А дальше, которая блажена в инфидлаг, то тут же уже в лицо. Прям, ну, в одном месте. То евангельское, а оно осталось, это уже устаревшее выражение. И быстренько глазами пробегайте, а люди даже и думают о что-то другое. Вот. Плевали там в лицо. Для чего? Для того, чтобы показать, что они лучше. Как сейчас пишет он девчонку, она более честная такая была и с мальчишками-то не блудела, девятиклассники, десятиклассники. Они ее подняли, затащили там девятый этаж. И там ее били, а потом повалили и на лицо ее мочились. Но она бросилась с этажа. Или уже убитые трупы лежат в Ираке. Американские солдаты стоят, мочатся, а другой снимает в лицо. То есть это было. Это оскорбительный такой поступок. Но мы должны с этим согласиться. Если ударят по лицу, по щеке, если это к лицу относится, поставь вторую. Не надо обращать на это никакого внимания. Я ему не прощу никогда. Он оскорбил меня. Да только делу. Это касается меня, ни с чем больше это не связано. Вот они доказали это. А лица их потом были все самих обезображены. Пошли в плен. Бестыжие лица. Дальше. От Матфея 26 глава с 69 по 75 стихи. Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назореем. И он опять отрекся, склятывая, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, и вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. И выйдя вон, плакал горько. Толкование. Одержимый чрезмерным страхом, Петр забыл о своих обещаниях учителю. И покорился человеческой немощи, как бы умерший от страха и не зная, что говорит. Пока он находился во дворе ослепленного ума, то не плакал, потому что не имел чувства. Но как скоро вышел из него, то пришел в чувство. Дверь ослепленного ума. Да, это монахи, они в каждом слове искали какую-то аллегорию, как перевести, во дворе ослепленного ума. А так никто не говорит, никто не запомнит. И это просто, ну так, осталось им все. Она нигде не применима. Это мертвая зона, как говорится, от тракта молчания. Тут нужно еще понимать, что применимо сегодня в этой жизни. И что они надуманно так говорили. Блаженов и Филакт, это, конечно, выказывал знания свои, что какое было толкование. Вот это отречение, главная причина отречения, страх. А преодоление страха надо намолиться сегодня. Никогда, которые отступили, не судить их. Ты не знаешь, что с тобой будет. Страх весьма велик. Я побывал в этих оковах по тюрьмам, когда везут, приходят, арестовывают. И ты не сам по себе. Ты даже не желаешь. Мы вот записываем. Уже записаны. Нет, не записаны, только привезли толкование отца Геннадия Фаста, которое он собрал из всех святых отцов по апокалипсису. Ну что делать? Он три года готовил. Наконец, к нам привезли тайно. А меня все время охраняют машины КГБ-вские, топтуны под окнами. Ну что будем делать? Или спрятать это все, или начинать начитывать. А если начитаю я, ну начитывать я так прикинул, ну дня три надо. Насчитывать на два голоса. Сущие называется, это то, что есть в Библии. Дальше один считает толкование, там, пояснение. Тогда без комментариев это дело было. Мы не решили еще, собрались у нас. Выйдем на улицу, машины стоят. То медицинская стоит какая-нибудь, то еще что-то. Но мы знали, что это за машины. Оттуда выходили люди, кто от нас выходил, всех обыскивали. И вот решили, что давайте будем насчитывать. И чем быстрее насчитаем, тем лучше. У нас будет один экземпляр запасной. А тут у меня Тон-студия называемая, лучший магнитофон и маяк. Вот, 205. И одновременно записываем на 10-11 магнитофонах. Запасные тут. И тогда мы размножим это дело. И вот у нас был обычай. Мы в 12 ночи выходили похлопать половички, которые при входе в дом. От пыли-то. Вначале хлопать. Я голову повернул, а тут насаждение тополевое-то. А там везде прожектора, потому что рядом железная дорога идет. И вдруг вижу во свете прожекторов, там за ветками не видно. А огонек блеснул. И я понял, это кто-то из машины вылазит. И изменение наклона стекла, и оно оттуда блеснуло. А машина там стоит. Ее не видать, она в темноте. Я говорю, а они вон машину куда загнали. Оттуда следят. В 12 ночи сидят. Я говорю, давай-ка мы быстренько перебежим на ту сторону улицы. А тут кусты мелкие посажены, а потом тополя. И мы там сядем. Мы так и сделали. С тем, кем мы готовились насчитывать, мы пробежали и сели в эти кустики. Напротив меня оказалось окно. Я смотрю в свое окно, свет горит. И видим, как из машины бросились несколько человек. Бросились одни прямо на железную дорогу, а другими нас пробежали. Там, где дорога заворачивает на вокзал. И они там сошлись. Сошлись. Но, видимо, говорят, ничего нигде нет. Идут и внимательно так смотрят в кусты-то. И увидели, мы на корточках сидим здесь, прямо около дороги-то. Они тоже нас не видели, куда мы, потому что от домов тень падает, от бараков. Вот напал на меня страх. Чего бояться-то? Никто меня не арестовывает. И какой страх? Я сижу, меня вот так буквально колотит. Теплая погода, нет мороза. Прямо сижу, трясусь, говорит, как заяц передо львом. Я не видел, как заяц, но как я тресся-то, я это знаю. И никто меня не задевал, никто не арестовывал. Я сижу, и мне вот так буквально. Ничем не объяснимый страх. Когда они прошли, увидели нас, глянули, мы сидим здесь, как обычно, на корточках, наркоманы курят. Они прошли дальше, как будто прохожие какие-то. А мы тогда встали и пошли через дорогу домой себе. Я в дом хожу, ничего, у меня нет никакого страха, нет. И я понимаю Петра, и поэтому я молчу. И где, говорят, он кто-то боялся, молчу. Когда меня судили, вводили в зал, краевая, все-таки, краевой суд, то потом я спрашивал, кто присутствовал на суде, скажите, а вот со стороны как выглядел я? Как? Ой, что вы. Вы так себя вели, вы бесстрашно обличали власти, и о кремлевских правителях, о Ленине говорили. Это знаете, как мужественно выглядело. Ну, то есть, так и должен вести вершину. Я говорю, я внутренне весь содрогался, все во мне сжалось. Потому что статья 190 прим грозила до трех лет, а с 70-е до семи лет, это же большая разница, в два раза больше. А потом мне, он близкий такой человек был, остался полковник КГБ Никулин Юрий Михайлович, тогда он подполковник был. И он говорит, мы долго решали, какую статью к вам применить. Видите? И применили по меньшей шкале. Это здесь ты дома, у тебя все. А когда арестован, спрашивает, сколько надо, чтобы человек пришел в чувство, понял, что его... Три дня достаточно. Три дня. Через три дня можно из человека лепить, что ты хочешь. Но я оказался недосягаемый, как говорят, не по зубам. Почему? Не я, а Господь, который со мной. Я молился там, молился все время. Молился. Четыре-пять раз, по часу, по полтора часа в день. Вообрази это. В тюремной обстановке, в дыму. И поэтому они ко мне относились совершенно по-другому, как в этом нашем путешествии. Мы молитвой все буквально покоряли под ноги Христа. Я об отречении Петра. Ну, еще. Глава 27. Евангелие от Матфея. Первый и второй стихи. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И связав его, отвели и предали его Понтию Пилату правителю. Толкование блаженного Феофилакта. Смотри, как дьявол овладел всеми и склонил к убийству в такие дни, когда надлежало им совершать многие жертвы и приношение за грехи других, и соблюдать себя в непорочности и чистоте. Они и связывают, и отводят Христа к правителю Пилату. Пилат происходил из Понта. Но, как римский поданный, послан был правителем в Иудею. Придали же Пилату Господа, якобы человека мятежного и злоумышлявшего против царя. Все толкование. Ну, ничего тут нету. Из Понта оттуда кто? Нас это не касается. 27 глава с 3 по 5 стихи. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаившись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Это толкование. Поздно одумывается Иуда, и хотя раскаивается, но не на добро. Сознаться в вине, конечно, есть доброе дело, но удавиться дьявольское. А он по дьявольскому внушению, не терпя будущего бесславия, сам себя лишил жизни, тогда как надлежало ему плакать и умолять преданного. А не предавать себя бесам. Некоторые, впрочем, говорят, будто Иуда, как человек сребролюбивый, думал, что и денег он приобретет, продав Христа, и Христос не будет умершлен, но избегнет иудеев, как не раз избегал прежде. Но теперь, увидев, что его осудили и приговорили к смерти, раскаялся, потому что на деле вышло не так, как он предполагал. Почему и удавился, намереваясь будто бы предварить Иисуса в ааде, и там умолить его и получить спасение. Все же это было по научению вражию. Кроме того, да будет тебе известно, что хотя Иуда надел себе на шею петлю и повесился на каком-то древе, но дерево наклонилось, и он остался жив. Ибо Бог хотел сохранить его, или для покаяния, или в притчу и поношение. Все толкование. Все толкование, как дерево наклонилось, хотел он в аду повеситься. То есть это ни на чем не основано, вот это все. И я ни разу нигде это не употребил, не говорил. Ну, у русских людей считается, что он на оси не повесился, а ему умер этот Ельцин, когда, то говорили, какую честь оказывает, ему осиновый кол забить только в могилу набыл. Это презрение, как предателям. Почему у осины так листья расположены, круглые, при самом маленьком ветерке они вот так вот трясутся. Это осина трясется от того, что на ней повесился Иуда. У народа только вот это осталось. Это твердо такое осина. Из осины никогда там и крест не будут делать ничего. Это самое негодное дерево на нем. На какое отношение это имеет? Ну, смоковница проклятая была. Ну, если даже так. Ну, и все плоды едят же сегодня. А она проклятая, она бесплодная. Сегодня она плодоносит. Нет, это косини. Вот у русских это твердо. Это я с детства-то запомнил. А Иуда? Я помню, дедушка у нас в Солонку макать не разрешал, потому что это Иуда сделал. А Иуда это не делал, а Господь обмакнул. Соль подал. Вот все на одних предрассудках, на неправильном, на абсолютном понимании. Даже православных праздников. Вот отец у нас объяснял. Воздвижение Честного Житворящего Креста 27 сентября. Отец говорил нам сдвижение. Пасемы, говорит, уже сдвижение, все. Все гады, змеи, лягушки, теперь они по квартирам, по своим сдвигаются. Мыши прячутся, заготовили все. Ну, сдвижение. То есть зима будет. Покров. О, ни о каком там царьграде никогда я не слышал. Покров. Земля покроется снегом. Ну, она выпадает, не выпадает, неважно. Все толкуется именно с этим. Ирина, если 5 мая рассадница, рассаду высаживать надо. Все это с сельскохозяйственным работам, к лошадям, к коровам. И священники это хорошо знали. И на этом уровне они и держали своих прихожан. А Христе вообще ничего не было. Я считал, уже вернувшись даже из армии, я считал, что Христос ниже Божьей Матери. Потому я рассуждал, она мать, она старше. Старший, он ей сын. Ну, сын-то матери почтение оказывает. А что он Бог, Бога-человек, мне никто не говорил. Нигде, никогда, ни разу. Притом, я был любознательный, я имел веру глубокую. И встречался с верующими людьми, и они мне ничего не сказали. Вот на это-то, внимание-то, никакого нет. Это такой Пилат из Понта, он был... Так слово Понта еще отрицательное выражение у русских имеет-то. Вроде так, на испуг берет. И вот если начнешь все это смотреть, да в какой же пустоте прожил русский народ тысячелетия. А что знали другие? И другие... Я-то с людьми-то все время общался, ничего они не знают. Работаю где, нерабочая. Языческая страна, языческая тьма. А потом начал когда считать разное произведение авторов тогдашних, живших до революции. Вижу, что и это никому неизвестно. Но стоило Редстоку приехать в Петербург, и потянулись туда. А Феофан Затворник сидел и ворчал, говорим, что свои люди о Христе не знают. Приехал там граф Редсток, говорит, и к нему там повозки, улицы все запрудили-то. Не знают. Наши православные пошли. Да вы же довели до этого состояния. Сидят там княгини, баронессы. А Лев Толстой высмеивает. Кучер сидел, разденув рот, как будто не на него наезжал другой кучер и оглобля ему в рот заезжал. Ну, писатель. Понятно. И ты-то рот разденул, так и не закрыл. О Христе живое евангельское слово, проникнутое верой и Духом Святым, отсутствовало. И это все вот здесь можно увидеть. Народ не знает Бога. Это сегодняшнее состояние. А можно, чтобы познали? Можно. Сначала надо раскодировать, как говорят священников. Вытряхнуть из храмов, может быть. И они ничего не смогут сделать. Но обходятся без храмов-то, баптисты и адвентисты-то. Построят обыкновенный молитвенный дом. А первое, ежедневно собирались по домам. Апостолы-то, деяния апостолов. Считай. Какой храм? Храм им не принадлежал. И не были привязаны первые христиане к храму вообще. Тем более, когда он был разрушен, ни одного храма на земле не осталось. Собирались, преломляли хлеб. Что это означалось? Просто ели или это была вечеря Господня, литургия, причастие. Как уж понимают. Но собирались по домам. Это определенно и четко. Молитвенный дом был на берегу реки. Молитвенный дом. Все. Там Павел преклонял колено. Там молились, синагоги были. Но ничего не хотят слышать и видеть. Я сегодня разговариваю со священниками. Почему к храму так привязан? Ну, а как? Первым делом храм построить-то. Ну, а почему тебе дома-то не собрать людей-то? А мы что, баптисты какие? Собираться. И собирались они не на одну минуту с сектантами, а на час. Сейчас по-немецки штунда. Их называли штундистами. Да принесли-то это уже пленные вернулись после войны из Германии-то. Из Германии-то. Положение аховое. И оно именно сегодня такое. И выхода никакого нету. Кроме как начать возврат к старой вере. Старой апостольской вере. Молиться об этом. Признать свои ошибки. Принести покаяние перед всеми. Перед всеми. Перед католиками. Перед мусульманами. И всех краили, душили. И все празднуют. Победы, оружие. Как сейчас. Вчера Калашников Михаил. Ему 93 года. И вот 70 стран его Калашникову выпускают. Каждый пятый автомат в мире наш. Калашников в любой обстановке стрелять может. Песчаной пустыне на северной полюсе и под водою. То есть. А какое отношение это имеет вообще к христианству? Это нация убийц. У него уже и дождь погибла трагически. И он еще не понимает совершенно. И вот хвалится. Новое изобретение. Ижинск. Работает. То другое. А народ неверующий. Наконец-то от оружия пошел друг против друга. На сегодня хватит. Ну-ка давай встанем. Попытаемся встать. Поздри Христос. Слава Христу. Надо все приводить к сегодняшнему дню. Сегодня конкретно. Если этого нету. То что мои знания дадут. Когда она не увязана с сегодняшним днем. Где-то малыш мой спрятался. Ну-ка где они? Ну-ка найду я их. Что там? Посмотрим. Куда они? А вот он где. Вот он где мой сидит. Ну-ка слазь оттуда. Вот он где. На, посмотри его. Давай, не трогай его. Вот он сидит. Смотри. Я отвернулся. Что, боишься? Кто кого боится-то? Теперь рассуди сам. Ты же очень хотел с ним познакомиться. Ну смотри. Ну-ка. Ну-ка давай вот он. Посмотри. Ты смотри какой хитрый. Даже мордой. Как будто это никого нет. Ты видишь какое сокровище-то. Он вчера вот здесь черное у него. Только открыли, то он туда сунулся-то и сажу подхватил. Видишь, он уже не боится тебя, а ты его боишься. Почему? Потому что у него мамка здесь, бабка. Они тебе физиономию-то попортят. У них когти есть острые. Но шарик. Ты каждый день слушаешь. Вот какие слова. Евангельские. Ни одна собака этого не слышит. Поэтому такой у тебя характер. Мягкий, хороший, ласковый. О, какой. Занимался я такими большими собаками в холке. Не 72 сантиметра. Это предельная норма. 78. Это огромные псы. Я в уголовном розыске занимался. И вдруг меня видят, я вожусь таким. Но он хороший, добрый. Носик мокрый. Все. По славу Божию. Вот они пришли, зализывают друг друга. Прятались.